Школьники, студенты, взрослые на равных правах. Все в этом зале мечтают стать IT-специалистами. Профессии этой отрасли в последнее время бьют рейтинги по популярности, востребованности и по размеру зарплаты. Поэтому в выходные в Барнауле прошла ежегодная всероссийская IT-конференция для профориентации. У нас много классов пошли на программирование и хотят этим в дальнейшем заниматься. Какие вопросы тебя волнуют больше всего? Как начать, чтобы это был правильный путь и не по какому-то другому пойти? Некоторые уже пробуют свои силы. 11-классник Сергей месяц рисует логотипы и получает за это хорошую оценку. За это как бы должны хорошо платить, я считаю, потому что это довольно-таки тяжелый труд. Но это требует много времени, чтобы создать довольно хороший логотип, который много чего говорит, и вложить в него какой-то особый смысл. В последние годы школьников, желающих стать IT-специалистами, стало больше в разы. И у всех один вопрос – как стать профессионалом? На рынке много коротких курсов. Свои программы обучения в рамках среднеспециального образования и высшего – спрос велик. Но при этом в IT-отрасли по-прежнему говорят о нехватке кадров. Это целенаправленная политика государственная. Наверное, с 2018-2019 года, как только появился национальный проект цифровой экономики. И в нем был выделен отдельный проект федеральный – это кадры для цифровой экономики. Потребность там последнего года, что IT-специалисты требуются и в других отраслях. И мы видим и сельское хозяйство, и классическое промышленное производство, и многие другие отрасли образования, здравоохранения. Все западные технологии, они просто уходят из страны. И нужно заменять. И это не одна сотня голов специалистов и в крае, и по России. В рамках конференции на сцену поднимались дизайнеры и программисты, бизнес-тренеры и представители власти. Они рассказывали залу о том, где нужно учиться, какие компетенции важны для работодателя и как собирать кейсы. У нас есть какие-то проекты, которые нужно было бы разобрать, посмотреть, но еще лучше будет раскладывать. Один из проектов, который сейчас будет расплатываться на ГИСИ, это тоже универовая сеть, которая анализирует речь и переводит ее в тексте. Соответственно, доктору, врачу, в то же самое проявлении, будет возможность надиктовать ту или иную рекомендацию шагуру. Возможно, к следующей конференции некоторые слушатели уже станут сотрудниками IT-компании. Вновь задать вопрос экспертам можно будет через год.